Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие товарищи по цеху! Сегодня я хотел поговорить о шуме в различных звуковых трактах, о шуме, который создается в электронных схемах. Но об этом лучше посмотреть ролик Александра. Я так подробно не могу рассказать о всех этих процессах, а у него очень хорошие ролики, настоятельно рекомендую. И я сегодня не буду говорить о микрофонах. А я хочу поговорить о машине времени и, может быть, немножечко о белом шуме. Вот я сделал такую машину времени, такой громкоговоритель, который похож на радиоточку из моего детства. Я нашел картинку громкоговорителя Мир-65 в интернете, который висел у меня когда-то на кухне в юные годы. Сделал ящик из МДФ, покрасил его так более-менее правдоподобно и воткнул туда MP3-плеер, который может ловить сигнал и через Wi-Fi, а может проигрывать файлы из флешки. Вот у меня есть несколько флешечек различных, в каких-то лекциях, в каких-то радиоспектаклях, в каких-то музыках. И я должен сказать, что слушать радиопередачи из далекого детства значительно уютнее через такой ящичек, чем из телефона или из компьютера. Так что, если у вас есть кому, если есть кто-то из старшего поколения, то можете смастерить такой подарок. Я думаю, будет очень приятно людям услышать то, как звучало старое радио, когда оно висело на стенке, и когда не было слишком много всякой рекламы вокруг, всяких перебивок, когда не было шума. Ага. Вот, о белом шуме. Белый шум, ведь это же не только шум в электронных схемах. Вот это пшшшшш, который создается из-за колебания различных молекул, которое возникает из-за того, что какие-то детали электронные генерируют шум, что-то ловится из космоса и так далее, и так далее. Но белый шум — это еще и тот шум, который создается в медийной среде. И если наш мозг, в общем, может легко отфильтровывать монотонный звуковой шум, то отфильтровывать всякие перебивки, когда нам капают на мозги, нашему мозгу очень сложно. Мозг, конечно, это адски сложный компьютер. Вот специалисты говорят, что если взять суперкомпьютер, создать теми средствами, которые сейчас в наше время возможны, точную копию нашего мозга сделать, то говорят, что такой суперкомпьютер будет жрать энергию всей Солнечной системы. Ничего себе. Так понятно, что ничего общего, так называемый искусственный интеллект или всемирный калькулятор, который некоторые операции делает значительно быстрее, чем наш мозг, но он ничего общего с нашим мозгом не имеет, который, потребляя энергию электрической лампочки, способен решать крайне сложные, нестандартные задачи. И поэтому наш мозг способен помогать нам фокусироваться на объекте, на смысле, на содержании, в среде, в какой-то шумной. И если содержание интересно и важно, на нем фокусироваться легко. А вот медийные перебивки, различная реклама или просто манипуляция сознанием, она часто не дает нам продоху и нам приходится очень тяжело. Вот, может быть, вы читали работу или слышали о таком медиамагнате, начало прошлого века, его фамилия Херст. Он создал идеологию желтой прессы и создал принцип ПТС. «Секс, сенсации, сплетни, скандалы, садизм». То есть это, ну, секс это касается вообще, в принципе, половой привлекательности. «Сплетни» — это то, когда мы вместо того, чтобы сказать, «Ребята, вот этот приемник сделан при помощи дощечек из МДФ, туда вставлен MP3-плеер китайский, ссылки в описании». А мы говорим, «Между прочим, по секрету, недавно сообщили, что вот такой ящик стоит очень мало, а возможности у него...» Вот да, вот уже сплетня привлекает наше такое биологическое звериное внимание. Или скандалы. Рядом прорвало трубу, и стоит коммунальная служба, заделывает какую-то дырку, закапывает. А как это подается? «Мы стоим сейчас в ЖЭКе номер 16, здесь прорвало трубу». Что ты орешь? Понятно. Он цепляет наше внимание таким образом. И так далее, и так далее. Вот это принцип Херстовский ПТС. Или идеологи, или известный идеолог времен нацистской Германии создал как бы ряд принципов, которые современная медийная система использует, в частности, многократное повторение или откровенное вранье, которое немножко, может быть, смешивается с какими-то эмоциональными принципами, которые сбивают нашу психологическую защиту и позволяют засунуть нам в голову то, что, в общем-то, очевидным не является. В этом смысле полезно почитать книжку Сергея Карамурзы. Книжечка называется «Манипуляция сознанием». Ну, есть и аудиоверсии. То есть это вот полезная вещь, которая нам помогает сразу отфильтровать вот этот шум. Кроме того, мы часто сталкиваемся с шумом, который целенаправленно или по собственной глупости люди или роботы создают в медийной среде. Например, когда мы читаем комментарии, мы легко можем увидеть то, что да, вот это вот пишет совершенно неадекватный человек. Или это пишет чат-бот. То есть заходишь в профиль, видишь, там никого нет, ничего нет. Говоришь, давай встретимся, поговорим, потому что вопрос интересный. Человек не появляется, исчезает. Ну, возможно, просто физического тела у него нет. А бывает так, что вот замусоривают какие-то диалоги в интернете, замусоривают просто не совсем здоровые люди или люди, которые привыкли воспринимать чье-то мнение за истину и совершенно не замечают реальности, то есть потери здравого смысла. И здесь уже вопрос, конечно, бывает, нужно направлять к психологу или к наркологу. А в некоторых случаях нужно, я думаю, нужно отставить свои амбиции в сторонку, попробовать вступить в диалог с этим человеком и попробовать понять его. И возможно, что в этом диалоге мы поймем друг друга. И если, может быть, не придем к каким-то там большим выводам, но во всяком случае задумаемся, может быть, когда-то это пригодится. Или хотя бы понять, что есть альтернативные мнения. Ну и, конечно, можно пользоваться алгоритмами и легко видеть, когда появляется огромное количество плоскоземельщиков и нелетальцев под каким-то роликом, в котором нужно разбавить осмысленный диалог участников этого разговора. Его нужно сбить, разбавить, наполнить эмоциональными какими-то делами, оскорблениями и, что называется, увести от сути. И можно, конечно, попользоваться алгоритмами. Есть много анализаторов, которые сразу нам говорят, ага, здесь всего 5% живых людей написали комментарии, остальное – это все сгенерированные. Или это какой-то человек или какой-то адрес, который под разными именами пишет очень подобные вещи, или там существуют стандартные какие-то выражения и так далее. Это, в общем, достаточно легко. Но это видишь, и даже, слава богу, голова работает, видишь даже без всяких специальных программ. Пожалуй, это все, что я хотел рассказать сегодня о белом шуме, о том, что полезно его избегать, и о том, что вот такая машина времени помогает слушать старые радиоспектакли, фонограммы из фильмов знакомых, какие-то лекции, без рекламных перебивок, без того, что глаза мои сползают на чьи-то восторженные или психические комментарии, «Все козлы, убейся в стены» и прочие дела, а просто вникнуть, не торопясь, в содержание какого-нибудь интересного спектакля, какой-нибудь книги или какой-нибудь научной лекции. И что я хочу пожелать нам всем сегодня, так это сфокусироваться на главном, уходить в сторонку от всякого мусора, от всякого шума, и, может быть, в этом вам поможет вот такая машина времени. До свидания и всего вам самого-самого доброго!